Всем салют, ребят! Вы на канале FIFA Time и сегодня у нас, как вы уже вчера поняли, на стриме началась карьерочка в менеджере за Луганскую Зарю. Ребят, каждый раз будем делать нарезочки, чтобы, возможно, кто-то пропустил или еще что-то наш стримец. Мы будем постоянно делать нарезочки, вылаживать на канал, поэтому не пропускайте, желательно, конечно, стримы, но если ты пропустил, то знай, что тут все будет. Вот, перед началом этого видеоролика, ребята, хотел бы попросить вас обязательно подписаться на канал, обязательно прожать палец вверх под это видео. Давайте вместе поможем толкнуть этот видос выше. Вот, и, конечно же, берите вкусняшку и поехали! В клубе Заря подтвердили назначение Ильи Фромова на пост менеджера. Многие удивлены встретить назначение 25-летнего специалиста, который в последнее время был вдали от клубного футбола и теперь наверняка столкнется с множеством вопросов в пресс-конференции на стадионе Славучи-Арена. Фромов подписал 2-летний контракт с зарплатой 3,9 тысяч в неделю. Он заменяет предыдущего менеджера Виктора Скрипника. Фромов не успел заслужить репутацию специалиста по завоеванию титулов. Учитывая амбиции клуба, будет интересно посмотреть, как будут развиваться события. Ну, мне на самом деле тоже очень интересно. Первый поединочек, да, у нас получается сейчас будет против Рудес. Рудес они... я не знаю, где они, за кого они, как они играют. Выбираем расстановочку. Расстановочку мы будем, ребята, брать... Так, расстановка для стиля владения под контролем. Да, хотя, в принципе, да, вот, вот, пусть так будет, только единственное. Да, хотя, да, не надо, не надо дрочить судьбу, вот так вот и будет. Так, посетить пресс-конференцию. Ну, поехали на пресс-конференцию. Так, здравствуйте, Илья. Какие у вас были первые мысли после того, как вы узнали, что получите назначение в Заре? Это отличный клуб, да, я согласен. Многие считают, что зарплатный бюджет клуба Заря просто не позволит приглашать сюда игроков достойного уровня. Будете ли вы просить президента Евгения Гиллер увеличить зарплатный бюджет? Да, я надеюсь поговорить на эту тему в ближайшее время. Да, меня волнует этот вопрос, и я снова подниму его при следующей возможности. Что привлекало вас в команде Заря? Я считаю, что клуб есть игром потанцевал развития, потанцевал. Это большой клуб, нет, ну это не так. Управление любой футбольной командой это привилегия. Было бы глупо отказываться от такой возможности. Вам всего 25, но вы уже сумели возглавить клуб. В связи с этим многие считают, что вам будет очень непросто завоевать авторитет среди игроков. Я не думаю, что мой возраст имеет какое-то значение. Лучший способ завоевать авторитет это добиться с командой успеха на футбольном поле. Я уверен. Так, общественность все-таки хочет услышать от вас адекватный ответ. Что привлекло вас в команде Заря? Каждый стремится стать лучше. Так, 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 управляем любым. Так, я считаю, что у клуба есть огромный потанцевал развития, и я очень рад, что у меня появился доказать это всем. Так, были ли у вас какие-то сомнения перед тем, как вы решили возглавить новый клуб? Сомнений или каких-то в Гальбане не было вообще? Не каждый день получаешь? Согласен. Так, и что именно заставило вас согласиться на эту работу? Что заставило их амбиции, которые можно лишь позавидовать, они постоянно нацелены на самые высокие результаты. Ну и покидаем пресс-конференцию, на которой вас официально представили в качестве нового наставника Зари. Все, хорошо. Фух, ну что, первый поединочек, хлопцы, первый, мать твою, поединочек. Так, выбор состава, поехали. Начинаем по составу. Сейчас будем болеть, парни. Так, похвали, где, 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 где ты? Тымчик, тымчик, тымчик. Отбодрили немного пацанам. Михаличенко. Ну-ка, брат, давай навесик. Не, не хочет. На Кабаева. Все, хорош. 2-0. Ребятки, прожмите лукасец, кто еще не прожал, а у нас пока мисс перерыв. Ладно, 2-0. Там добавил минуту одну. Все, на этом заканчивается у нас, да, уже все. Ну и все, и на этом заканчивается первый поединочек. Мы побеждаем. Матч окончен. Я предсказывал победу клуба Заря, так как получилось. Нет ничего, счастливые фанаты клуба Заря возвращаются домой с победой в кармане. Сегодня состоит жеребьевка. Впоследствии третья квалифицированная команда Заря была для жеребьевки. Теперь сыграет против одной из 24 команд, число которых входит Ранзенспор, Аустрия, Витебск и та-та-та-та. Просмотр жеребьевки. Ну что, поехали. Ага. Так, так, так. Опа, Заря. Мы попадаем на Младоболислав. Ну я ХЗ. Мариуполь, кстати, попадает на Айнтрахт. Боже мой. Жалко. Жалко Мариуполь. С локомотивом играем. Мы локомотив какой-то про... Пло, плоп. Короче, ХЗ. Что это за лока? Ну это, короче, возможность наша пробиться, ребят, в Еврокубке. Так, ну все. Погнали. Будем смотреть сейчас, как оно, что оно. Будем менять по ходу пьесы игру. Сейчас если забьем хотя бы один, уже будет... Опять тащит кипер. Ну как так? Перерыв. Так, давайте в раздевалочку пойдем сейчас поговорим с ними. Нет. Нет, нет. Кабаев. Кабаев. Хар! Нет, вытащил. Обалдеть. Пенель. Ух ты. Хорош. Хорош, ребята. Хорош, Юрченко. Отлично. Сейчас повтор чекнем. Ну это отлично. Это отлично. 1-0. 1-0. Юрченко здесь развел. Просто развел по разным сторонам. Это первый матч. И вы просто посмотрите, что творит Громов. Громов забивает, ребята. 2-0. Давайте посмотрим. Здесь Лунев. Лунев здесь просто идеально выкатил на Громова. И этот... Так. Все. Хавайся в хату. Ребята, вот так вот. На 89-й минуте забивает Громов. Уверенная победа. 2-0. Так. И вот поединочек у нас сейчас будет против Карпата. И, наверное, еще один квалифайн сыграем. Ну, вернее, втоответный матч против Локомотива сыграем. Так. Выбор состава. Давайте, наверное, ротацию сделаем. Так. Давайте в раздевалочку сейчас. Так. Давайте инструкцию сразу команде дадим. Давайте попробуем через центр. Вот так вот. Не, навесы не будем. Бить при любой возможности. Опа, 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 Русин. Ё-моё, один на один не забивает. Братан, как же так. Ребят, давайте. Навесики, навесики, давайте. Да, наверное, я это самое сейчас. Вот так вот. Чайковский. Чайковский туда его. Хорошо. Здесь навес. Здесь достал. Видишь, Каменюка достал. Пробил. Кончиновский. И вот так Чайковский туда его. Вот. Только центр оставили. Ну вот, забегание. Забегание. Вот так вот. Каменюка. Хорош. 0-2. Отлично. Вот Каменюка. Красавчик. Да, вот здесь раньше. Почему не отдал? Непонятно. Вот отдал только сейчас. Ну, в принципе, какая разница. Гол, так скажем, не пахнет. А, бро. Ой-ой-ой. А вот это уже плохо. Кириленко забивает нам. Ой-ой-ой. А вот сейчас Псевченко нас просто спас. Выход один на один вытащил. Красавчик. Дополнительное время, кстати, идет. И вот это вот уже опасно может быть. Писос. Ну как так-то, а? Оффсайд? Как же хорошо. Вот это приятно. Отлично, ребят. Отлично. Все. Мы смотрим. Так. Общение с командой. Что мы можем сказать? Все уже позади. Уже так. Такие команды, как наши, должны без проблем побеждать в подобных матчах. Давайте дадим инструкции команде. Давайте сразу начнем вот так входить. Вот так вот с флангов. Вот так. Вот так. Нет-нет-нет-нет. Вот так. Вот. Вот так вот. Все. Поехали. Ну вот. Вот вам. Вот вам и первый. Пошел. Ай. Юрченко опять пендаля забивает. Хорошо. А вот интересно началось. Вот так вот. А нет. Оффсайд? Ай-яй-яй. Хорош. Ну что поделать. Так. В раздевалочке. Что в раздевалочке? Ну подбодрим команду по-любому. Я думаю смысла и нет что-то менять. 1-0. В принципе я доволен игрой. Даже если... Бля. Ну я договорился. Капец. Опять офсайд? Слушай. Нам вообще везет. Вот сейчас на туре отскочили. Ну все. 2-0. 2-0. Хорош. Сколько будет стрим? Это последний матч, бро. Это последний матч. Мы в следующую стадию пробились. Ну же можно сказать так. В принципе нам... Ну я не знаю. 4 голова. Ой-ой-ой. Какая банка. Все мужчины. Побеждаем мы. 2-0. Я считаю, что очень даже хорошо. На этом будем заканчивать. Следующий кстати матч. С Динамо Киев. Но это уже на следующем стриме. Возможно завтра. Вот. Будем бороться с киевлянами. Будем в Лиге Европы бороться далее. Вот. Поэтому не забывайте подписаться на канал. Всем огромная благодарочка. Кто был на стриме. Ребят. Спасибо. Реально. Вот. Мы с вами вообще молодцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова